Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Избранные по учению Святаго Иоанна Златоустого. Намереваясь приступить к страшной божественной трапезе и святому таинству, делайте это со страхом и трепетом, с чистой совестью после поста и молитвы, без шума, не перебивая, не толкая ближних, ибо это служит знаком крайней гордости и великого презрения. Посему навлекает на поступающих так великое наказание и мучение. Представь, человек, какой намереваешься ты причаститься жертве, какой приступаешь трапезе по мысли, что ты земля и пепел, причащаешься крови и тела Христовых. Когда Царь приглашает вас на пиршество, то вы сидите со страхом и принимаете предлагаемые яства с благоговением и спокойствием. А когда Бог приглашает к своей трапезе и предлагает собственного Сына, когда ангельские силы предстоят со страхом и трепетом, херувимы закрывают лица свои, серафимы с трепетом взывают, «Свят, свят, свят Господь!» Как ты, скажи мне, осмеливаешься кричать и шумом приступать к этому духовному пиршеству? Разве ты не знаешь, что в это время душа должна быть исполнена миром? Нужны великий мир и тишина, а не шум, гнев и смятение, иначе приступающая душа будет нечистую. Какое может быть прощение, если мы после столь многих грехов даже и в это время не очищаем себя от безумных страстей своих? Прошу и увещеваю вас, не будем навлекать на себя гнев Божий. Предлагаемое здесь есть спасительное врачество для наших ран, богатство неоскудивающее и доставляющее нам Царство Небесное. Будем же приступать с трепетом, благодарить, преподать, исповедуя грехи свои, воссылать к Богу усердные молитвы и таким образом, очищая себя, тихо и с надлежащим благочением будем подходить, как приближаясь к Царю Небесному. Приняв же непорочную и святую жертву, будем лобызать ее, обнимать ее глазами, согревать свою душу, чтобы приобщение не послужило к суду или к осуждению нашему, но к целомудрию души, к любви, к добродетели, к примирению с Богом, к прочному миру и приобретению бесчисленных благ, дабы нам и себя осветить и ближним доставить назидание. В настоящее время кратко, возлюбленные, будем трезвиться, бодрствовать, воздерживаться, искренне оказывать всякое попечение о всех, быть благоговеянными во всем. Нужно ли слушать божественные изречения, или молиться, или приступать к таинству, или делать что-нибудь другое, должно делать это со страхом и трепетом, чтобы нерадением не навлечь на себя проклятие, ибо проклят то дело Господне делает небрежно. Иеремия 48, 10. Шум и гнев служат оскорблением предложенной жертвы, крайнее небрежение представлять себя Богу оскверненным. Послушай, что говорит об этом апостол. Если кто разорит храм Божий, того покарает Господь. Итак, не будем оскорблять Бога вместо примирения с Ним, но оказывая все усердие, всю чистоту и безмятежность души, будем приступать с молитвою и сокрушенным сердцем, дабы и этим самым, умилостивив владыку нашего Иисуса Христа, мы могли получить обетованные нам благо. Аминь.